СМЕТАНИН РОМАН НИКОЛАЕВИЧ Начальник управления биологических ресурсов Государственного бюджетного учреждения, Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Республики Саха-Якутия. Отличник охраны природы Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я вам расскажу о некоторых способах сохранения биологического разнообразия на территории Республики Саха-Якутия. Начну вот с Красной книги. Это одна из основных, можно сказать, инструментов сохранения биологического разнообразия. А вообще, знаете, что такое биологическое разнообразие? Это совокупность тех или иных видов животных, растений, грибов, которые находятся на определенной территории. И очень важно сохранить разнообразие, совокупность вот этих видов. Красная книга как раз-таки преследует цели сохранить наиболее уязвимые из них. Это те виды животных, которые по своей природе так или иначе подвержены основному антропогенному фактору. То есть это те виды, которые очень уязвимы. Например, белый медведь. А вот эти виды, они по своей природе, они вот сами по себе редкие, но если увеличить их смертность, они могут исчезнуть. Чтобы определить вот это, какие именно виды стоит считать редкими, как раз-таки вот издается Красная книга. Красная книга, вы, наверное, представляете вот сразу книгу красного цвета, да? Но основной документ, это не вот этот, а вот это постановление. То есть на законодательном уровне есть закон, который определяет порядок включения в список исчезающих видов животных. То есть на основании закона, да, у нас он в республике называется указ президента республики Сахая, Якутия от 2 октября 2006 года, номер 2942, Красная книга республики Сахая, Якутия. На основании этого закона делается список краснокнижных животных и утверждается постановлением правительства. Вообще у нас первая Красная книга была, ну, список был утвержден в далеком 87-м году, второе обновление было в 2003 году, и вот в 17-м году обновилась Красная книга по растениям и грибам. Вот постановление, да, от 17-го года, то есть вот она. И в этом году обновился список по животным, то есть безпозвоночным, позвоночным животным. От 26-го сентября новый указ вышел. В 17-м году новый список, да, на основании нового списка был сделан, выпущен вот первая книга, первый том, это Красная книга республики Сахая, Якутия, редкие, находящиеся под угрозой исчезновения видов растений и грибов. В этом году на основании вот недавно вышедшего постановления у нас должна издаться Красная книга уже по животным. Мы ждем его буквально вот на днях, то есть тираж уже готовится. Вообще вот этот документ, он постоянно меняется, постоянно обновляется. Некоторые виды восстанавливаются, например, ввиду вот принятых охранных мер, они восстанавливаются, их исключают из постановления. То есть, вот, например, какой-то вид он был, но ученые доказали, что он уже находится вне опасности, и его выводят, и оппетки выводят, но примерно раз в 10 лет полностью, ну, книга устаревает, как бы, да, там очень много изменений происходит, количество этих изменений достигает очень большого значения. Книга уже неактуальна становится, которая вот в печатном виде. Не все вот умеют пользоваться консультантом, и удобнее вот на руках иметь, да, вот книжку такую. Красная книга, да, не только вот может быть республиканская, она есть российская красная книга, она есть мировая, есть различных уровней, да, государственных может быть. Почему мы не пользуемся красной книгой, например, России, да? На примере вот одного животного покажу, да, овцебык, он в Красноярском крае считается охотничьим видом, например. Он по России не включен в красную книгу, но его очень мало в республике Саха-Якутия. Получается, в красной книге Российской Федерации этого вида нету, но у нас он малочисленный, и его туда включают. Те виды животных, которые включены в красную книгу России, они обязательно должны быть включены в красную книгу республиканского. Ну, те виды, которые обитают, конечно, вот какой-нибудь краснокнижный богомол, там, тропический видов у нас не обитает, его, соответственно, не будет. Просто те виды, которые у нас есть и которые включены в красную книгу России, они обязательно включаются в красную книгу Якутии. И дополнительно те виды, которые не включены в красную книгу России, они включаются, если они редкие, в красную книгу республики. Как вообще определяется, да, вот малочисленный ли вид? Имеет право определять малочисленность вида только вот такая аккредитованная научная организация. Для нас это всегда, даже с первых изданий вот этой книги, это всегда является Институт биологических проблем к реалитационным. Настоящие, да, аккредитованные ученые, специалисты, они постоянно ведут специфики своей работы, ведут мониторинг различных видов, особенно по птицам, там, по животным. И, а наша задача государства, да, как, например, вот нашим полномочиям по красной книге переданы Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия, мы должны контролировать вот переиздание, там, находить средства для издания красной книги, нанимать тех же ученых. То есть мы, грубо говоря, вот нанимаем ученых, они для нас проводят мониторинг, говорят, этот вид находится под исчезновением, этот вид уже многочисленным. И мы, приняв их отчет, на основании отчета уже делаем законодательные решения или продвигаем через правительство и получаем окончательный продукт в виде актуальной красной книги. Всегда научная составляющая, она первостепенная, можно сказать. Так, ну, по составу красной книги, это растений, конечно, всегда больше. Вот в свежем издании красной книги по растениям и грибам это у нас 337 видов включено, а по животным там 134 животных. Животные в книге подразделены на категории от нуля до шести. И нулевой это, наверное, вы сами догадываетесь, это виды, которые, как ни печально признать факт, они уже исчезли, которые обитали, но в силу каких-то различных причин, в основном это, конечно, антропогенное воздействие, они исчезают. Первая категория это виды, которые находятся на грани исчезновения, то есть их одиночно находят, то есть они сегодня-завтра могут уже в нулевую категорию перейти. Вторая категория это виды животных, которые стремительно уменьшают свою численность и могут в будущем исчезнуть, если не взять его под защиту. Четвертый вид это неопределенный вид, это могут очень много данных, это может быть и нулевая, и вторая, или третья, то есть не хватает данных. Пятый вид это восстанавливаемые виды, то есть в силу принятых каких-то охранных мер, какой-то вид животного начинает, например, стерх, его взяли под охрану, и сейчас у него тенденция такая, что он начинает восполнять свою популяцию, и уже может быть в ближайшем будущем уже может и не нуждаться в охране, например. Шестой это виды, которые постоянно заходят к нам на территорию, но у нас постоянно не обитают, это, например, серый кит, чукотская калифорнийская популяция, то есть он между Чукоткой и Калифорнией где-то там обитает, размножается, но нам он заплывает, но заплывает часто и постоянно на основе, то есть это не тот фламинго, который может раз в 10 лет залететь. В пятой категории могут считаться те виды, с которыми ведется не только охранная работа, а именно восстановительные, например, наверное, слышали, да, вот реинтродукция лесного бизона, расселение овсы быка в тундровой части Якутии. Вот те виды, которые когда-то были у нас, обитали на нашей территории, но в силу климатических факторов, они исчезли в историческом плане давно, но в биологическом плане недавно, это 2000 лет, это считается недавно, и их начинают восстанавливать. Вообще, восстанавливаемый в данный момент виды относится к тем немногим остаткам мегафауны, которая широко была распространена по всей Евразии, в том числе на территории Якутии. Это так называемая мамонтовая фауна, то есть это те животные, которые жили рядом с мамонтами, это бизоны, овсы быки, северные олени, шерстистые носороги. И вот эта мегафауна в основном вымерла, но часть осталась, вот представляете, да, в Евразии, да, рядом через Берингов пролив находится Северная Америка. Некогда была так называемая Берингия, то есть ледник, покрытый слоем почвы, можно сказать, и он был достаточно широкий. Некоторые вот представляют Берингию как мост из Азии в Северную Америку, да, маленький, но нет, он был очень широкий в свое время. И все эти животные, да, мамонты, бизоны, олени, все они проникли в Северную Америку. Потом этот ледник растаял и со временем исчез совсем. То есть оказалось две популяции, да, получается. И в силу некоторых факторов, возможно, даже вот в Евразии издоровели, со стороны человека был прессинг, даже вот первобытного. Хотя он был малочисленным по сравнению с нынешним количеством, да, людей, но некоторые ученые считают, что это сыграло основную роль исчезновения этой мегафауны. То есть в Северной Америке как-то они сохранились, бизоны, да, и овцы-быки, а у нас почему-то нет. Это, возможно, когда было уменьшение численности, да, каких-то критических отметок, а красных книг тогда не было, да, и вот остатки, вот ослабленные остатки все-таки добил человек. И в Северной Америке он сохранился, да, вот очаговый, потом он обратно возрос, а у нас полностью погас, можно сказать. В 80-х годах ученые, да, того же института биологии, они рассматривали наиболее потенциальные виды для восстановления численности. И одним из них оказались это овцы-бык и бизон. Авцы-быка начали восстанавливать еще в 50-х годах, это в Таймыре, это наш соседний регион, Красноярском крае. И там буквально за 30-40 лет малочисленных завезенных животных численность достигла до 8 тысяч. Сейчас этот вид восстановленный, считается охотничьим видом. У нас, смотря на успехи соседей, начали завозить овцы-быков в середине 90-х годов. Всего было около 10 завозов с Красноярского края, подножий гор Буранга, они в тундровой зоне обитают. Сначала Аннабарский улуз, Аллаиховский, Нижнеколымский. Я участвовал в последнем завозе из Таймыра, например. И у нас 90-х годов, там около 10 завозов было, по 25 голов вертолетом завозили, самолетами, вертолетами. И представьте, да, численность как возросла. Из около 200 животных там примерно, сейчас у нас насчитывается около 3000 голов, которые разрозненно сейчас бродят по нашей тундре, при арктической тундре. И дальнейшая наша цель – это формирование единого ареала овцы-быка по всей тундровой зоне. Там есть пробелы между ними, то есть их надо заполнить, чтобы формировать сплошной ареал, чтобы он был устойчивый. Потенциально это очень такой хороший охотничий вид, то есть мы задачу выполняем обогащение биологического разнообразия. И во-вторых, мы делаем, ну, в будущем это будет польза для малочисленных, коренных народностей, которые там проживают. И в-третьих, это снимет нагрузку северного оленя, например. Северное оленя, наверное, уже слышали, да, у нас стремительная численность падает. Даже некоторые популяции республики, наверное, запретят охоту восточной части республики. И как раз если бы овцы-бык стал охотничьим видом, это бы сняло некоторую нагрузку с северного оленя, например. Можно сказать, что вот это восстановление вида положительный. И на этой волне уже перешли на второй вид, это лесного бизона. Лесной бизон, он не такой тундровый вид, как овцы-бык. Овцы-бык, кстати, очень интересный вид, он именно приспособлен в самых суровых условиях Арктики. Он как вид образовался у подножия Гималая, где, знаете, возвышенности, там скудная растительность, ветреные, всегда ветрено, холодно, экстремальные условия. И приспособившись к этим условиям, он внезапно оказалось, что такие же ниши есть в северных частях Евразии. И, пользуясь своей приспособляемостью к суровым условиям, он внезапно заселил тундровую зону. И сейчас он как раз-таки, у нас вот такие суровые места, они сейчас мало заселены, там только северный олень из крупных копытных ее заселяет, и то на него очень большой охотничий прессинг. И как раз-таки овцы-бык второй вид стал бы. А лесной бизон, он не тундровый живот, а приспособленный к условиям примерно центральной и южной Якутии. Это разнотравные луга, долин рек, например, типичная долина Тоймада, на которой мы живем. То есть есть растительность, такая нормальная, есть летний период, зимний период, летний период, при котором они могут запастись жиром, чтобы пережить суровую зиму, например. У нас вообще есть, по республике, если сравнить с другими, более западными регионами, у нас есть очень много незанятых экологических ниш. То есть есть, вот например, долины, представьте себе, долина реки. У нас таких очень много, то есть лесной ручей и долина. Там кто может пастись? Там олень не пасется, он в основном на северах. Лесной олень, он тоже в основном ягелем питается, лишайниками. И сильно вот этот не использует травянистые луга. Лось, он питается, например, тальником, веточным кормом. Он тоже травянистыми кормами сильно не пользуется. А косуля, косули очень мало, например, по Якутии. И, как сказать, она тоже большие поля не использует. Она в основном вот горельники рядом, такие вот пересеченные местности обитает. И у нас, оказывается, экологическая ниша, да, вот эти поля обширные, разнотравные, они никем не используются из диких животных. Ну, например, используются лошадями, но лошади только рядом с населенным пунктом обитают. То есть есть экологическая ниша, но нету животного, которое бы эти ниши пользовался бы. И как раз-таки бизон, он может осваивать вот такие территории. То есть не просто на Абум привезли лесного бизона, а всесторонно изучив и доказав, что там есть кормовая база для него. Лесной бизон тоже вносится с целью обогащения нашего региона. То есть появится новый вид, который в далеком будущем может стать тоже хорошим. Ну, вы сами видели, да, наверное, в телевизоре, как индейцы там охотятся на них. Сейчас тоже на них Северная Америка охотится, но уже более современные охотники лицензии продаются. И, кстати, вот у лесного бизона есть еще потенциал по хозяйственной части. То есть он может стать сельскохозяйственным животным в будущем. Есть опасность, когда вносится новый вид, да. Вот, например, по примеру Австралии, если взять, если туда завести кролика, он там всю кормовую базу подорвет. И для сумчатых, например, для кунгуру, там не останется пища. Но если сравнивать лягушку, да, какая-то там тропическая, ну, не тропическая, а опасная там ядовида, которая может размножиться, или крысы там, которые заполонят, да, все-таки крупные копытные животные, это они легко регулируются. То есть их можно за один сезон полностью там популяцию ополовинить, там, или полностью выбить. То есть все риски и польза были взвешены, и было решено вот внести этот вид, восстановить. И сейчас он находится на стадии, на второй стадии. То есть первая стадия это было разведение в питомниках. Мы, может, слышали, там питомник в Усть-Ботумах, в Англазском лусе, в Горном лусе. И в 17-м году вот мы сделали первый выпуск, выпустили в дикую природу, но внутри природная парка синяя. То есть они сейчас, 60 животных у нас находятся на воле. И мы, и достаточно хорошо они себя там чувствуют. В этом году десятилят они принесли, и можно сказать, что этот вид тоже может быть успешен, как и первый овцебык. Охота, кстати, тоже является одним из инструментов сохранения биологического разнообразия. Знаете почему? Потому что квотирование, то есть лицензии, это на год на данную территорию дается разрешение добычи с каких-то животных. То есть квотирование это есть тоже один из видов охраны природы. То есть делается учет животного, там на этой территории 10 лосей, одного можно добыть. Если бы охоты, предоточения не было бы, их бы всех добыли в тот же год, 10 штук, например. Это тоже охрана природы, ну охранная. Если у вас есть вопросы, что-то неясно, что-то вам интересно, задавайте, я с удовольствием отвечу. И не только по красной книге, может быть, и не только по вот этим интродуцируемым видам, а вообще по биологии я могу ответить. Собирается ли Министерство экологии выпускать, к примеру, в качестве журнала или буклета черную книгу, то есть уже вымершие виды, чтобы население Якутии могло ознакомиться с ними и с потенциалом, который мог бы быть, если бы они остались живых? У нас нету таких, можно сказать, видов титульных, которые, можно сказать, вот он был и он исчез. То есть у нас нету видов, грубо говоря, с громкими названиями или такой. Как та же птица додо, к примеру. У нас таких видов нету, которые популярные, которые исчезли. Просто народу не будет интересно, там какой-то маленький растеница, которая или водоросль, или там, скорее всего, махообразная какая-то, которая вымерла. Это им интересно не будет. Вот если бы вымер какой-то там стерх, это да, можно было бы на этом сделать какой-то пиар-ход и вот призвать к совести населения. А есть ли у нас заповедники Республики Лисаха? Кстати, вот я говорил, инструменты по сохранению березнообразия, то есть Красная книга, сохранение наиболее узывимых видов, восстановление исчезнувших уже видов и систему так называемого особо охранения природных территорий. То есть в Республике, если вы, наверное, знаете, около 3000 квадратных километров Республика. Из них 1100 квадратных километров – это особо охраняемые природные территории. То есть это заповедники, это парки природные, это какие-то там охраняемые озера. То есть 37% всего площады Республики, вот огроменной нашей территории, это треть, одна треть – это охранные зоны, получается. Это один из способов тоже сохранения биологического разнообразия. Сейчас точно не скажу, но у нас есть 6 парков, 2 государства федерального уровня заказника, один федеральный парк, кстати, вот Ленский столбы недавно парком стал, и около 100 особо охраняемых природных территорий, 87 заказников, по-моему. То есть достаточно много территорий у нас охраняется. Чем грозит добыча краснокнижного вида? Основной сдерживающий фактор, то есть смысл, почему мы вводим список, да, это, да, показать народу, вот этот вид исчезает, но опять же введение список исчезающих видов сулит наказанием, да, человека, который добыл краснокнижное животное. Редкий вид, который находится в Красной книге Республиканской Федерации, он оказывается строже, чем вид, который находится в Республиканской. Например, там может быть до двух лет лишения свободы за добычу белого медведя. Штраф 2 миллиона до 2 миллионов, например. Зависит от какого вида, от вида зависит, от количества добытых, ну, сколько штук он добыл, и может максимально до двух лет, это уже и лишение свободы, до 2 миллионов это штраф. Вид, занесенный в список исчезающих видов республиканского, там было около 500 тысяч максимум штраф. То есть вид, который находится в Федеральной Красной книге, оказывается, строже получается. Но опять-таки 500 тысяч, это тоже большая сумма. Например, лилия пенсильваника или лилия даурская, парсонародия сардана, сорвете штраф до 500 тысяч, может быть. Так что вот мой совет изучать этот документ и не нарушать. То есть лилия сардана, она краснокнижный вид, и вот такие виды следует не трогать. Если краснокнижное растение прорастет на синокосных угодьях, будет ли человек, который там синокосит, являться нарушителем? Закон для всех един, он будет нарушителем. Если это будет зафиксировано инспекторами, и доказано, что он добыл или как-то там случайно. Но опять же, если суд будет при суде, наверное, с них схождение будет, но он все равно нарушает закон тем, что он вид уничтожил краснокнижный. Вот, например, вывели из Красной книги рыбу промысловую. Она была как сорная рыба. При уловах его часто ловили как бы. Редкий вид, на то он не редкий вид, что он оказывается малочисленным. А если он уже многочисленный, и он постоянно попадает, его случайно добывают, его обычно, изучив состояние, это обычно происходит при увеличении его численности, его из Красной книги изымают. Обычно, когда вот такие моменты происходят, это очень будоражит сообщество. Например, у рыбаков рыба попадалась, и постоянно запрещали добычу, потому что как сорная рыба, он с основным уловом промысловую рыбу попадает. И запрещали. Народ начинает беспокоиться туда, сообщает, инстанции до правительства доходят. Создается комиссия, изучается, ученые едут, смотрят. Да, действительно, эта рыба слишком многочисленная стала, и стала попадаться с промысловой сети. Его взяли и изъяли с этого. Отдельным постановлением изымают. Но несколько случаев должно быть. А вдруг он только на этом поле растет? Тогда это поле делают особо охраняемые природные территории, и там запрещают сенокосы, например. То есть вот такие пути решения основные. Как определяют вид, который нуждается в охране? Определяют всегда серьезные научные организации, ученые, которые, можно сказать, всю жизнь занимаются изучением тех или иных биологических видов. Они сами по себе сразу начинают. Ученые обычно иногда упреждение нам. По идее, мы следим, постоянно у них запросы делаем. То есть определяют ученые. Специально образованные, аккредитованные научные организации, которые ведут постоянный мониторинг за животным миром. В нашем случае по республике это институт биологии. То есть институт биологических проблем креолитозоны. Зачем делать передание Красной книги? Виды, они могут как уменьшаться в численности ввиду всяких там факторов, да, там со стороны человека, со стороны природных факторов, так и восстанавливаться в численности из-за принятых мер охраны, например. То есть виды могут включаться и исключаться. Чтобы успевать за этой динамикой, делают переиздание книги. То есть если вы возьмете первое издание этой Красной книги, они будут процентов, не знаю, на 20 отличаться список. То есть из-за динамики изменения статуса вида. Чтобы актуализировать список исчезающих видов, делается переиздание. В чем отличие Красной книги Республики Саха-Якутия от Красной книги мира? Например, в Красной книге мира может находиться какой-то тропический вид, да, там, жука, который у нас вообще не обитает. Он тогда, вот, в нашей Красной книге он не отображается. Либо какой-то вид, который вообще нигде не находится, обычный вид там, фоновый вид там, например. Та же Лидия, да, Дагурская, она не входит ни в какую Красную книгу ни в России, ни в мире. Но он очень широко, он широко распространен по северо-востоку России, да. Но у нас он малочисленный. То есть он может не находиться нигде, но у нас он, только в нашей книге он может быть. То есть всероссийской мировой книги его нету, а у нас он есть, например. То есть это, наверное, больше зависит от ареала животного, например, от его количества в нашей территории. То есть он может быть отличным. У соседей может быть его много, а у нас его мало. То есть в этом различие есть. Есть какие-нибудь виды животных, которые существуют только в этой части России? Ну, только в Сахаре-Якутии. Растение – это, по-моему, полынь якутская. И из видов животных я сейчас на скидку скажу только вот парусникам Мосова. Он только у нас обитает. Кстати, на него очень активно охотятся вот всякие черные эти коллекционеры или как-то там. Он находится, ну, в подножных горах обычно обитает этот вид. То есть, да, есть такие виды. Но точное количество я прямо сейчас не скажу. Вот Аполлона Мосова, например, на скидку я могу сказать. Это бабочка насекомая, которые, да, у нас такие виды есть. Кстати, такие эндемики сразу вводятся в Красную книгу Российской Федерации, например. В Крыму существует контактный зоопарк. Как Вы к этому относитесь? Вообще к зоопаркам, ну, как чиновник, я могу сказать, это не наша по полномочия зоопарки. Это Росприроднодзор, скорее всего. Росприроднодзор, Роспотребнодзор, Росельхознодзор. Вот такие. Мы вообще контролируем только вот диких животных как бы. Но сейчас, по-моему, какие-то новые законы будут вводиться, чтобы запрещать некоторые, по-моему, части. И там жестокое обращение животных. Но, опять же, есть зоопарки, в которых восстанавливают редких животных. Вот к этому мы положительно относимся, конечно же. Что, если краснокринежное животное заболеет, его придется, и он будет опасным для человека? В последнее время участились, вот берут с природы вот детеныша, да. Никогда не надо так делать. Потому что может оказаться, что мать просто, увидев вас, отбежала там и прячется. Никогда вот животное, которое лежит в детеныша, не надо трогать дикое животное. Это может просто мать отставила его на время. Обычно дикие животные так и делают, особенно вот крупные копытные. А человек думает, о, бедняжка остался, его надо забрать, короче. Это, во-первых, лишает, возможно, лишит ее, ну, как матери, родителей и полноценного скармливания в будущем. Во-вторых, вы нарушаете закон эти. То есть, дикое животное всегда должно изыматься либо охотничьей лицензией, либо каким-то разрешительным документом. И не дай Боже, вы подберете краснокнижное животное федеральное. Вас могут вообще засудить там, вплоть до уголовного дела там завести. То есть, животное... Сообщайте инспекторам УЛУС навсегда районным. Там, в каждом УЛУСе есть государственная экологическая служба надзора, то есть, при министерстве. К ним обращайтесь, они компетентные специалисты, они подскажут или сами сделают то, что нужно. Сами никогда дикое животное не трогайте. Больное животное, относящееся к красной... К списку красной книги, она напала на человека. И он ее, ну, убил. Ну, то есть, самосохранение. Это будет все-таки нарушением? Нет, это самооборона будет. Но все равно его должен запротоклировать вот этот специалист государственной инспекции. То есть, он должен это запротоклировать, сделать акт какой-то. И на этом акте тебе могут, ну, как оправдать, можно сказать, в будущее. Это особенно вот белые медведи относятся. Это суперхищник, по идее, да? Лучше него нету там. И он авалюционировал не параллельно с человеком, как, например, бурый медведь, который человека боится, а вообще отдельно где-то там в Арктике. Человек видит, он совершенно не боится человека. И может всяких вахтовиков нападать. Это, да, актуальный вопрос. Но, опять же, если все это документировано, что он напал, была угроза, то его сразу могут оправдать. Но если это сделано из хулиганской побуждений, если нет документов, то штраф до миллиона там. Этим я завершу мою лекцию. Надеюсь, вам было интересно. Тема слишком обширная. То есть, я затронул эпоху часть. Ее можно продолжить. Уже другие могут, специалисты, прийти и продолжат. Ну, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. Спасибо, что пришли. Надеюсь, я с пользой вы провели для себя время. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ